Здравствуйте, сейчас я вам хочу показать мега популярные дешевые 3D очки, пришли они в такой же упаковке и, к сожалению, сломалась верхняя душка, которая была здесь, фото. Ну, ничего страшного, вернул я себе 7 долларов за это, но покажу, как я починил, что собой представляют очки. Значит, есть две регулировки в них, это вот, уже сдвигаем, чтобы удобно было смотреть, шире и ближе, дальше, тоже ближе, дальше, все, больше никаких регулировок нет. Здесь мягкий поролончик, снимается вот он таким вот образом. И вставляется тоже. Здесь можно регулировать для головы. Резиночки довольно-таки качественные, прошито все. У некоторых задняя часть пластмассовая, боюсь, что у меня такая подделка, но сути не меняет. Сюда можно поставить телефон. Например, вот таким вот образом. Все, телефон установлен. В комплекте бывают такие вот липучки, и можно их подставлять, чтобы телефон, типа, не царапался. В комплекте еще есть такой вот мануальчик, где можно сосканировать QR-код, скачать какие-то приложения. По поводу пульта сейчас расскажу. Убираем лишнее. Ну и тряпочка. Вот. Почему подделка, да, сейчас покажу. Пульт. Пульт. Пульт, значит, имеет переключатель под Android и под iOS. Вот джойстик, кнопка включения, громкости, вход-выход, тоже вход-выход. Аккумуляторы. Поставим. Не, батарейки, аккумуляторы, у кого что. Поставили. Удерживаем кнопку включения, пока не начнет моргать. Вот. Начал моргать синий светодиодик. Открываем наш Bluetooth. Вот. Мне кажется, что настоящая неподделка должна написать VR-box. У меня VR-park. Ну, как бы, ничего страшного. Появляется вот джойстик. Можно им управлять. И можно входить, как кнопочкой. Зашли в приложение. Вышли из приложения. Точно так же кнопка A. Зашли в приложение. Вышли. Громкость. Регулировка громкости. Больше. Меньше. Больше. Меньше. Кнопка выключения. Эта кнопка, ну, пока что я не разобрался. Ничего такого я не увидел. Аккумуляторы. Типа 3А. Или батарейки. Дальше. Выбираем приложение. Я скачал такое приложение. И оно собрало всевозможные. То есть можно зайти на канал YouTube. Да. И тут ролики 360. Да. Сейчас мы переподключимся к Wi-Fi. К нормальному Wi-Fi. У нас отвалилась камера, на которую мы снимаем. Но она продолжает записывать. Так. Еще раз заходим. YouTube. Вот. И, допустим, берем видео. В данном случае надо выбрать нажать на очки. То есть изображение будет такое двойное. И мы будем просто смотреть картинку. Дальше. Есть еще замечательное приложение с космосом. Вот. Можно наводить кружочек. Соглашаться. Сейчас загрузка идет. Вставляем в очки. Честно говоря, вот силиконовый чехол. Уставишь. Да. Все. Уже очки не помещаются. Телефон в очки не помещается. Ну и вот тут мы тоже видим двойную картинку. Как бы. Но в глазах она объединяется. Можно просунуть отсюда наушники. Подключить к ушам. Можно открыть окошко для камеры. Есть приложение для камеры. Вытаскиваем. Так. И вот мы куда голову повернем. Туда и наш взгляд. Сейчас мы должны ОК нажать. Скип. Вон там солнце открылось. Можно ходить, бродить по планетам. Планеты выбираем. Сейчас мы выберем Меркурий. По Меркурию. Так. Это у нас еще солнце загрузилось. Окей. И можно будет ходить по Меркурию. Сейчас загрузится картинка. Меркурия. Вот. Нажимаем Go. И вот мы пошли. Такое вот замечательное приложение. Ну и плюс всякие там американские горки. Да. Тоже загружается двойная картинка с двойным изображением. Телефон нагревается до 45 градусов минут через 10. Так что будьте внимательны. И выбираем какой режим мы хотим посмотреть. У нас очки такого типа. Поэтому мы выбираем такой. Ну и вот тоже. Можно смотреть по сторонам. Ехать. Можно назад посмотреть. Кто там сзади сидит. Все. Понеслись. Сейчас покажу вам разобранные очки. И линза. Какая там. Как я сделал. Закрепил. Если вдруг у вас тоже сломались. Разобрал я очки. Но сейчас я вам хочу показать еще одно приложение для камеры. VR Cinema. Выбираем режим фото. И вот у нас сразу изображение становится двойным. Да. И можем тоже смотреть картинку как бы в 3D в объеме. Так. Что собой представляют разобранные очки. Вот. Сейчас мы. Снимем телефон. Вот тут у нас бегает наш телефон. Крышка. Крышка на вот таких вот клипсах. Просто отдирается. Либо можно еще подставлять отвертку какую-то. Ну и снимается шторка. Дальше. Я что сделал. Срезал полностью дужку. Канцелярским ножом. Прочертил. Просверлил много дырок. Потом ножиком прорезал. Вставил. Этот ремешок. Вставил туда скрепку. И все. Вот она зафиксирована. Линзы. Линзы. Здесь одно. Одно стекло. Толстое стекло. Какая-то там диопция стоит. Кстати говоря. Если попробовать телефон ставить без этой штуки. Тот же YouTube. Чуть дальше расстояния. То изображение может быть более четким. Может быть зависит от вашего зрения. Такие вот очки. Берите. Не пожалейте. Как для игр. Так и для того, чтобы показать детям космос. Дети будут в восторге.